Коллектив сопрано-турецкого образовался в 2009 году, после кастинга, в котором участвовало 300 перспективных вокалисток с высшим музыкальным образованием. Теперь их 9. Они молоды, амбициозны, трудолюбивы, а главное талантливы. Вокалистки, быстро набирающие популярность, успели выступить на известных российских фестивалях. Песня года, новая волна, славянский базар, пять звезд. А сейчас еще и на балтийских дебютах в Светлогорском Янтарь-Холле. Несмотря на то, что коллектив сопрано-турецкого не столь известен как хор турецкого, зал заполнен практически на 100%. Люди ждут волшебства, ждут магии, а некоторые наверняка жаждут проверить, насколько верны похвалы расточаемой группе. Более двух лет слушаю и очень интересуюсь их творчеством. Они большие молодцы, я большая фанатка. Сама пою и очень много перепевала их песен. Пришел первый раз, интересно послушать. Мы смотрели основной, приезжали сюда на концерт хора турецкого в декабре. Очень понравилась сопрано. Я смотрю, когда они выступают по телевидению. С удовольствием приехали посмотреть его. И вот на сцену выходят они. В остро модных, но при этом достаточно сдержанных белых костюмах, которые будто настраивают зрителей оценивать вокальные данные артисток, а не длину их ног. Зал наполняется соцветием разных женских голосов, которые отлично дополняют друг друга, но при этом столь же богато звучат соло. По словам самих солисток, это было одним из требований, когда девушек для коллектива отбирал Михаил Турецкий. Было достаточно много критериев. Нужно было мало того, что иметь высшее музыкальное образование, петь на голоса, читать с листа, иметь свою жанровость, то есть иметь определенный характер. Ты должен уже был прийти к турецкому и показать уже какой-то совершенно свой пласт. Не просто там девочка из хора, которая будет петь бэки, потому что тебе нужно из бэков все время выходить в соло. И девушки выходят в соло. То низким мецо-сопрано Тамары Мадебадзе, то колоратурным сопрано Ольги Бровкиной. Они как клавиши рояля звучат вместе, выстраиваясь в гармоничные аккорды разной степени сложности. Музыкальный материал действительно подобран таким образом, чтобы показать максимум возможностей голосов артисток. И, конечно, Михаил Борисович Турецкий, который приходит, мы показываем ему номера. И перед этим, конечно же, советуется с нами тот же самый музыкальный продюсер, потому что нам должно нравиться то, что мы поем, безусловно. В перерывах между номерами девушки тепло общаются со зрителями, и зал отвечает взаимностью. Стоило охранникам во время номера заговорить друг с другом, в их адрес полетела возмущенное шиканье. Люди сидели, боясь пошевелиться и вздохнуть. Это ли не показатель успешного выступления? Так что у коллектива есть все шансы стать не менее легендарным, чем их старший брат – хор Турецкого.